Здравствуйте! Ребят, я хотел бы начать с того, что представить замечательных наших гостей. Это Павел Бережанский, доктор. Не только доктор, но и папа четверых детей. Насколько Павел? Да, четверо детей у нас. Он папа четверых замечательных детишек. Ну, да. Я так знаю, это группа поддержка Павла, да? Вот. Ну, я думаю, что мне не стоит представлять наших самых замечательных и прекрасных звезд. Это Дина и Арина Аверина, которые сегодня приехали. Огромное спасибо вам, что вы пришли и откликнулись на эту историю. Активнее задавайте вопросы, общайтесь. Вперед, погнали! Кто из вас хочет задать вопрос? Поднимите руки. Значит, понятно, все хотят задать вопросы. Тогда поехали. Давайте начнем с галерки. У меня будет просьба. Вы будете вставать, задавать вопрос. Вот вы, да. В правом ряду. Не хотите задавать вопросы? Да, вы, конечно, вы, да. Вы встаете, предстаете, представляетесь. Чего, как. И вперед, погнали. Здравствуйте. Меня зовут Настя. И у меня есть два вопроса. У меня вопрос к доктору. К какими частными травмами к вам обращались? И как этого можно избежать? Если говорить об общих травмах, вот последняя, наверное, такая интересная была травма, что пациент пришел, а его укусил большой паук домашний. А если говорим о спортивных травмах, то, смотрите, спортивные травмы, конечно же, самые частые – это растяжение, это какие-то ушибы, это… Но если мы говорим о подростковом возрасте, старше 11 лет, это часто головные боли, головокружение, когда-то иногда там тошноты и так далее. Это даже не травмы, это вот проявление нарушений со стороны нервной системы. Ко мне с травмами такими серьезными не обращаются. Мы больше занимаемся, как правильно выбрать вид спорта, как правильно подготовиться, как правильно сделать так, чтобы организм хотел дальше заниматься спортом, и чтобы были силы. Вот, наверное, вот этим направлением я больше занимаюсь, чем травмами. Я так помню, там был второй вопрос. Второй вопрос. Теперь у меня вопрос есть к нашим кумирам, которые здесь собрались. Несмотря на интенсивные тренировки, что вам еще помогло достичь такой популярности и желание тренироваться и достигать чего-то большого в этом виде спорта? Спасибо большое за вопрос. На самом деле, ну, в первую очередь, это трудолюбие. И самое главное – любить то, чем ты занимаешься. То есть, если ты любишь этот вид спорта, и ты готова отдать, грубо говоря, всю жизнь, то ты добьешься таких успехов. Ну, вот, в первую очередь, трудолюбие. Потом ставить перед собой цели. Каждый день какую-то новую цель ставить, добиваться ее. Потом опять ставить цель новую, опять добиваться. Ну, постепенно, вот так, шаг за шагом идти к своей цели. И, наверное, вот будут такие результаты. Мне кажется, что такая любовь, наверное, связана с тем, что вы являетесь сами собой. Вы натуральные, вы естественные, вы прекрасные. А вот трудолюбие – все это уже ваши успехи в спорте. Ну, еще, мне кажется, самое главное – вот у нас был кумир Женя Канаева. Ну, сначала, когда мы были маленькие, была кумиром у нас Алина Кабаева. Мы смотрели на нее, пытались научиться чему-то. Потом Женя Канаева, потом Маргарита Мамун. Но мы не хотели быть похожими на них. То есть, мы брали от них, от Жени Канаевой, трудолюбие. Она была очень трудолюбивой. От Маргариты Мамун, наверное, ее женственность, красоту. Как она передавала эмоции через свои упражнения. И мы по чуть-чуть брали от своих кумиров и превращали это, ну, как бы пользовались этим. Но мы не хотели быть именно прям похожими на них. Мы хотели оставаться индивидуальными. То есть, вот мы с Диной близнецы, но мы все равно разные. То есть, на ковре я Арина Аверина, Дина на ковре Дина Аверина. То есть, мы не похожи на кого-то. Мы индивидуальны. И вот мне кажется, что от кумиров надо брать именно, ну, какие-то хорошие качества. Но не копировать своего кумира, а оставаться собой. Оставаться самим собой и быть индивидуальным. Давайте продолжим. Давайте выберем кого-нибудь самого маленького. Кто у нас самый маленький? Здесь все вы маленькие. Вот замечательная девочка сидит. Давай, вставай. Да, на ты, ты, ты в блестящем платье. Почему вас назвали именно педиатр? Я так понимаю, наверное, вопрос ко мне, да? Педиатр — это детский доктор. Есть терапевт, который лечит взрослых. А педиатр лечит детей, когда они рождаются, приходят домой только из роддома, когда совсем маленькие. И до того размера, пока они не пойдут в институт и пока им не исполнится 18 лет. Поэтому врач — педиатр. Вот так. Спасибо. Так, давайте ручки свои поднимаем дружно. Ну вот, замечательная девочка сидите. Давайте. Я бы вам хотела задать вопрос, как вы попали в сборную России по гимнастике. Ну, во-первых, добрый день всем. Я еще не здоровалась с вами. Во-вторых, спасибо большое за вопрос. На самом деле у нас есть отбор в сборную России. То есть, когда мы маленькие, мы сначала попадаем в молодежную сборную России. Это надо... Первое. Хорошо много тренироваться. Второе. Выступать на таких соревнованиях, как юный гимнаст и первенство России. Если, например, на первенство России ты занимаешь от первого до восьмого, либо до десятого места, ты попадаешь в сборную команду России. В основной состав. В основной состав, да. И дальше там четыре резерва. То есть, от десятого по четырнадцатого места. То же самое юный гимнаст и еще плюс надежда России. Если на надеждах России ты занимаешь либо первое, либо там первое, второе, третье, ты тоже попадаешь в сборную России, но как резерв. Как-то так, вот мы и попали, но мы не сразу попали. То есть, пошли выступать на юный гимнаст и все, там выиграли все и попали в сборную России. Мне кажется, мы где-то с третьего года плюс-минус попали. На первый юный гимнаст я не отобралась. То есть, я даже не попала. Выступала только Дина. На второй юный гимнаст я попала, но, мне кажется, я была вообще за десяткой. То есть, я не отобралась ни на первенство России никуда. Но только где-то с третьего раза отобралась с юного гимнаста уже на первенство России. Потом, понятное дело, не с первого раза на первенство России. Сначала тоже мы были 24-й какие-то, ну вот такие места, потом уже в десятку вошли, потом уже я заняла второе место на первенстве России, и вот так попали мы в сборную. Спасибо за ответ. Иные роли уже заняты, поэтому, наверное, самое главное в жизни – это оставаться самим собой. Погнали. Кто следующий готов? Давайте дадим возможность вот маленькой девочке. У вас есть какой-то талисман, когда вы на соревнованиях выступаете? Есть. У меня две мягких игрушки. Одна игрушка-собачка. Ее подарила одна фанатка Дине на чемпионате мира в 2018 году, и вот с того момента как-то стал моим талисманом. И вторая маленькая игрушка-тигренок из Бинни-Пуха. У меня тоже есть талисман этой игрушки, ну, понятное дело. И у меня раньше, когда я была совсем маленькая, ну, чуть постарше тебя, у меня было 4 игрушки под каждый вид. То есть, когда мы выступали обруч-мяч, я брала с собой две игрушки. Одна под обруч, такая маленькая была собачка, а вторая под мяч, мне кажется, был зайчик. И когда мы выступали эти виды, я брала их с собой, и они у меня всегда сидели в сумке. Ну, то есть, я их как-то никому... Ну, там, сейчас принято давать тренеру, или чтобы кто-нибудь подержал эти игрушки. Я, наоборот, их прятала. Ну, не хотела, чтобы их видели. Типа они... Ну, я с ними спала, они забирали мою энергетику, и я их прятала, чтобы никто другой не мог забрать именно мои силы. Вот. А сейчас у меня одна игрушка. Это тоже Бинни-Пух. Медвежонок такой мягкий, маленький, сладкий. А у тебя есть талисман? Собачка. Собачка? Игрушка. Класс. Спасибо за вопрос. Давайте, кто следующий. Давайте вот в самый верхний, да, в правом углу. Здравствуйте, меня зовут Анна. Я бы хотела задать Дине и Арине вопрос. Вот у меня тоже есть сестра, и мы с ней очень дружны, но иногда у нас бывают разногласия. Я вот хотела узнать, бывают ли они у вас, и как вы с ними справляетесь, учитывая тот факт, что вы с самого детства соревнуетесь на одной площадке друг с другом. Заранее спасибо за ответ. А какая у вас разница? Ей 29, у нее две дочки, у моей сестры. Но так как мы близняшки, мы, можно сказать, всю свою жизнь, сколько нам сейчас есть вместе. Видите, ну вот в последнее время стали иногда друг от друга отделяться. И когда мы были маленькие, где-то до 11-12 лет, мы очень часто ругались, мы часто спорили. Но это причем было даже в обычной жизни, не на площадке. На площадке как-то у нас, я не знаю, было принято, что мы друг друга поддерживаем. Когда тренировка, когда соревнования, мы всегда друг друга поддерживали, даже давали советы. То есть мы были как одно целое. А в жизни мы почему-то ругались. Но когда переехали в Москву, вот в 12 лет, то все, мы перестали ругаться. И если у нас были разные мнения, мы как бы договаривались, приходили к одному. Ну, либо каждый оставался при своем мнении. Ну, то есть мы поняли, что мы уезжаем от родителей в Москву, мы совсем одни. И надо как-то, ну, дружить, не надо ругаться, не надо ссориться. Поэтому так и получилось. Ну, и даже если на соревнованиях у кого-то что-то не получилось, или кто-то выиграл, кто-то проиграл, мы все равно поддерживали друг друга. И как бы никогда не радовались, когда, если я выигрываю, например, первое место Ариша, второе, я не могла радоваться, потому что мне было обидно за Аришу. И я думаю, то же самое было и у Ариши. Когда она выигрывала, я проигрывала, она тоже не радовалась никогда, она поддерживала меня. Вот поэтому лучше не ругаться, лучше поддерживать и находить как-то общее мнение. Спасибо. А у меня такой вопрос. А вы 12 лет из Москвы, то есть из Заволжья? Да. То есть Заволжье — это прекрасный такой маленький городок на берегу Волги. И я знаю, что там был такой стадиончик, где вы начинали свою спортсменную деятельность, да? Да, мы на этом стадионе всегда бегали, летом тренировались, УФП делали. Да. А теперь в этом городе Заволжья на том маленьком стадиончике, его реконструировал «Газпром» по проекту «Газпром детям». Это замечательный, прекрасный стадион, где сегодня дети со всего города занимаются разными видами спорта. А еще я знаю, что там есть спортивная школа художественной гимнастики, которая называется именем Дины Алина Аверлиной, да? Да, все верно. Вот. Так что давайте дальше. Вы бы хотели иметь свою спортивную школу? Спасибо за очень такой интересный вопрос. На самом деле мы задумывались о том, чтобы открыть школу и назвать в честь нас, чтобы мы могли тренировать маленьких детей, такие как вы, которые только начинают свой спортивный путь, и мечтаем их довести от первых шагов и уже до вершины спортивной карьеры. Ну, то есть в планах как бы такое есть. Я думаю, что всем вашим планам суждено сбыться. Ну, мы верим в чудо и не любим загадывать, просто мечтаем, надеемся и стараемся, чтобы планы осуществлялись. Это, как я всегда говорила, мечты сбываются, Газпром. Ну, я хотел сказать, что мы сейчас находимся в павильоне Газпрома, таком чудесном, да, где такая прекрасная экспозиция, где столько всего яркого и всего такого прекрасного. Мне кажется, что это как раз то место, где сбываются мечты. Я думаю, что если у этих маленьких девочек, прекрасных, юных, с горящими глазами уже мечта сбылась, то, ну, в принципе, очень закономерно, если и ваша мечта тоже сбудется. Я думаю, что здесь присутствуют некоторые люди, которые об этом подумают. Вот. Ну, давайте дальше. Давайте первый ряд. Вот. Здравствуйте. Меня зовут Ксюша, мне 9 лет, и я хочу задать вам вопрос. Почему вы выбрали именно спорт, художественная гимнастика? Мы родом родились в городе Заволжье, это, ну, такое небольшое население, и у нас на самом деле, кроме, как раньше эта секция художественная гимнастика называлась, у нас, ну, особо не было, чем, каким видом спорта еще заниматься. И у нас старшая сестра Полина, она на 3 года старшая, она уже занималась художественной гимнастикой, и мама сказала, у вас есть выбор. Либо мы отдаем вас в танцы, либо вы будете, как старшая сестра, заниматься художественной гимнастикой. Ну, естественно, мы сразу же сказали, что мы пойдем, как наша старшая сестра, в художественную гимнастику, И вот они нас как отдали, и мы сразу же с первого дня там и остались, полюбили этот вид спорта. А у меня тогда будет встречный вопрос, а ты почему выбрала художественную гимнастику? Ну, потому что это, во-первых, красивый вид спорта, а во-вторых, ну, мне просто нравилось ей заниматься, я смотрела, как выступают другие гимнастки, как выступаете вы. Мне это нравилось, и поэтому я выбрала этот красивый вид спорта. Спасибо, Ксюша. Дальше. Ребята, у меня есть такая просьба, вы когда будете задавать вопрос, представляйтесь и говорите, пожалуйста, из какого вы города, потому что, насколько я знаю, вы все из разных городов. Многие здесь, не все из Москвы, даже, наверное, в меньшей степени ребята из Москвы, да? Поехали. Здравствуйте, меня зовут Камила. Я из Москвы. Хотела у вас спросить, как побороть страх перед выступлением? На самом деле, чтобы ты меньше волновалась, нужно перед выступлением в этот день делать много прогонов. То есть перед самим, чтобы вот тебе выйти, например, с обручем, ты должна сделать много прогонов до своего выхода. Прогона 2-3. И тогда у тебя постепенно будет уходить страх. Волнение, конечно, будет присутствовать. Ну, это естественно. Оно у нас тоже всегда присутствовало. Но страха будет меньше. Ну, и, конечно, на тренировках пытаться довести свое упражнение и все элементы, риски до автоматизма. Чтобы, ну, вот ты закрытыми глазами, грубо говоря, тебе ночью подняли с кровати, и ты смогла сделать либо тот или иной бросок, мастерство, либо собрать прогон без потерь. Ну, или если какой-то элемент не получается, или если ты переживаешь за него, либо боишься, то попробуй на тренировках сделать, например, 10 из 10 бросок этот. Когда ты, ну, тогда ты его отработаешь, и ты не будешь уже волноваться и думать о нем, ты просто будешь, ну, наслаждаться выступлением. Спасибо. Тебе спасибо. Здравствуйте, я Ангелина, мне 10 лет, я из Балашихи, приехала сюда к вам. У меня есть к вам один большой вопрос, который волнует, наверное, почти весь мир. Будете ли вы выступать на Олимпиаде в Париже, если вас допустят до, ну, если Россия допустит до того, что, ну, можно будет выступать на Олимпиаде? Какой у вас будет такой мини-план? Мне кажется, этот вопрос волнует не только вас, и нас тоже. Спасибо за вопрос, очень интересный. К сожалению, да, сейчас такая ситуация сложная, что не допускают спортсменов, но вот на днях... Фиш выпустил... Документ о допуске. И там очень такие, на самом деле, сложные, мне кажется, пункты, чтобы поехала там... Любой спортсмен поехал на соревнования, на международные, не только на Олимпиаду. Во-первых, мы пропустили все отборочные, которые мы могли там участвовать, чтобы отобраться на Олимпиаду. То есть чемпионат Европы мы пропустили, чемпионат мира мы пропустили. То есть мы уже не можем поехать на Олимпийские игры. Есть еще один шанс, это участвовать в следующем году на чемпионате Европы. И если занимаешь первое место, тогда ты едешь на Олимпийские игры. Но, к сожалению, чтобы выступать на чемпионате Европы, это надо выступать на международной арене. Там Гран-при, Кубок мира. Чтобы там выступать, нужно пройти определенные... Определенные пункты, чтобы тебя впустили на международную арену. Ну, чтобы допустили, да. Но, к сожалению, это невозможно сделать. Поэтому, скорее всего, мне кажется, никто из России не поедет на Олимпийские игры. Как бы это ни звучало печально. Хотя все верили и надеялись, что что-то поменяется, и все будут выступать. Вот, поэтому я уже заранее готовлю вас к тому, что художественная гимнастика пропустит эти Олимпийские игры. Спасибо, но, получается, уже сейчас Олимпийские игры уже... Ну, это не будут Олимпийские игры, если не будет Россия. Россия и Беларусь, да. Это уже не Олимпийские игры. Это уже не Олимпийские игры. Насколько я понимаю, ты хотела сказать, что художественная гимнастика, родина вообще-то художественной гимнастики, это Россия, да? Все верно. Абсолютно правильно. Мы как раз сегодня только ехали и вспоминали прекрасную и замечательную совщицу Исидору Дункан, которая была музой нашего русского поэта Сергея Александровича Есенина. Вот. И ты, наверное, права, что весь мир много потеряет, если не будет представителей России, а тем более в художественной гимнастике. Но я думаю, что это печально, но не трагично. Потому что сегодня в зале, смотрите, есть вы, есть будущее, это вы. Будущее в ваших горящих глазах, а у вас есть замечательные такие звезды, на которых вы можете равняться. И у них есть тот замечательный опыт, то мастерство, доказанное всему миру. И я думаю, что те победы, которые делали наши девчонки сегодня, замечательные наши звезды, заставляли подниматься весь мир под флаг российский. Поэтому я думаю, что нам есть чем заняться. У нас есть вы, и есть то бесценное, что может передавать вам опыт, свои знания, традиции. Это прекрасная история. Поэтому нам есть чем заняться, не надо унывать. Все хорошо. Спасибо. Теперь вы наше будущее. Уже будем мы на вас смотреть, на международной арене и болеть за вас. Спасибо. Теперь вопрос к педиатру. Обязательно ли соблюдать режим сна и питания? Обязательно. В спорте вообще, в принципе. Ну, конечно, каждый скажет обязательно. Но я, наверное, хотел еще сказать про вид спорта. Вот гимнастика и плавание, это, наверное, единственные виды спорта, если мы говорим о детях, куда можно с двух лет детей уже отдавать. Вот с двух до пяти лет как раз, если ребенок попал в гимнастику или в плавание, дальше у него будет легче это все проходить. Это вот был вопрос, как попали в гимнастику и с какого возраста. А так, конечно, у нас самое главное, смотрите, чтобы расти здоровым, чтобы добиваться успеха, чтобы были результаты, надо быть здоровым. Да? Изначально. А сон – это одно из самых главных составляющих здоровья. Сон – жить без вредных привычек, правильное питание, ну и слушаться маму. Это как бы тоже обязательно. Поэтому мама плохого никогда не посоветует. Поэтому спать надо и надо ложиться всегда вовремя. Соблюдать режим. Если будет четкий режим, вы с утра будете просыпаться с новыми силами, с новой энергией. И как раз будет получаться и мостик, и мостик с захватом. И я, честно, не знаю, какие там есть приемы, но, наверное, все у вас будет получаться очень легко. Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Таня. Мне 7 лет, и я из Нижнего Новгорода. У меня такой вопрос. Какие у вас любимые предметы по гимнастике? Ну, скажу так. Надо любить все предметы, а то они обидятся. Они же тоже живые. С ними надо и разговаривать, и любить. А так, может быть, больше всего из четырех видов, если там выбирать обруч, мяч, булавы, ленты. Я люблю булавы, потому что мне нравится с ними работать. Хоть это и сложно, их две, но я люблю с ними работать, люблю что-то придумывать, какое-нибудь там, не знаю, сложное мастерство либо риски. Поэтому я, наверное, выберу булавы. Мне больше по душе мячик. Мне нравится делать перекаты, ну и, в принципе, сам мяч нравится. И мы, когда были маленькие, только начинали свой спортивный путь. У нас раньше было БП, два вида. Потом добавляли с каждым годом, но у вас сейчас так же, с каждым годом добавляется еще вид. И у нас был выбор. БП у нас было, обязательно скакалка, обруч и выбор, либо мяч, либо булавы. И вот на тот момент я как-то сразу же выбрала мяч, Дина выбрала булавы. И вот с того момента у нас, наверное, они стали самыми любимыми видами. Ну, еще все дети любят ленточку, да? Потому что она красивая. Да, она красивая, с ней интересно работать, интересно рисовать рисунки. Ну, это коварный предмет на самом деле, потому что легко можно завязать узел, бантик. Здравствуйте, меня зовут Катя, я из города Ашхабад. Я бы хотела вам задать, какое ваше любимое время года и почему? У меня, наверное, лето, я люблю солнышко. Просыпаешься на улице светло, засыпаешь на улице светло, тепло, можно даже улететь куда-нибудь отдохнуть, позагорать, поплавать. Вот я люблю именно лето, потому что можно поплавать, позагорать и ходить красивенькой загорелой. У меня, наверное, тоже любимое время года лето, потому что еще можно погулять на улице, насладиться красотой природы нашей, нашей стране, потому что очень красиво летом. И вот, наверное, поэтому лето. А у тебя какое любимое время? У меня тоже лето. Тоже лето? А почему? А почему? Ну, можно играться на улице. И потому что каникулы, да? Да. Спасибо за вопрос. Спасибо. Я думаю, что нет у нас у всех любимое время года, потому что оно короткое. Здравствуйте, меня зовут Ева, и я из Подмосковья. Хочу задать вам один вопрос. Думали ли вы в детстве то, что вы ставите участницами Олимпийских игр? На самом деле мы не задумывались, и даже когда мы пошли на художественную гимназию, гимнастику, у нас не было в планах вообще быть кем-то, становиться чемпионками. Мы пошли для того, чтобы мы могли спать дома. Нас мама отдала в гимнастику, чтобы мы хотя бы ночью спали, чтобы куда-то мы свою энергию девали. Мы приходили на самом деле в зал, первое время просто бегали. Мы ничего не делали. Мы бегали, играли. А потом постепенно нам, ну, мы понимали, уже осознанно понимали, что мы делаем. И где-то с 11, ну, с 10-11 лет мы понимали, что у нас есть какой-то такой талант, что нас начали замечать в Москве. И вот, наверное, с того возраста мы просто трудились, просто работали для себя и пытались показать все то, что мы умеем, все то, что вложил в нас первый тренер Лариса Викторовна Белова. И были просто счастливы, когда в 2017 году мы поехали на первый свой чемпионат Европы. Ну, мы даже не верили. Я помню, мы с Диной приехали, и мы думали, что мы приехали просто на соревнования. То есть не было такого, что, ой, мы приехали на чемпионат Европы. И, наверное, это нас и спасло. Потому что, когда ты не задумываешься, что ты выступаешь на серьезном старте, ты выходишь и спокойно делаешь свою программу, свои упражнения. Вот, поэтому у нас даже как-то не было вот... Но мы именно после этих соревнований просто поставили цель для себя, что хотим попасть на Олимпийские игры. Ну, не думали там, что будет. Просто была цель, и мы шли к ней. Спасибо большое за ответ. Я Алиса, мне 8 лет. Я бы хотела вам задать вопрос. У вас была такая песня, которая вам нравилась, а Ирина Александровна вам не разрешала? На самом деле, да. Много музык, которые нам нравилось, и мы уже ставили под них программу, шли показывать Ирине Александровне это упражнение, но она говорила, что эта музыка не подходит именно тебе, либо просто ты ее не можешь делать. То есть много упражнений было таких, которые мы ставили под одну музыку, потом Ирина Александровна смотрела, и мы, естественно, меняли. Поэтому... Ну, было сначала обидно. Почему она не разрешает нам делать то, что нам нравится? А потом мы понимали, когда она нам давала другую музыку, мы уже понимали, что, видимо, она была права, мы бы не смогли эту музыку, под эту музыку что-то сделать, исполнить, показать образ. И то, что она нам давала, это выглядело намного красивее. Ну, последний год уже мы сами все выбирали, она нам все разрушала. Она нам полностью доверилась и сказала, ладно, идите, вы же взрослые, ставьте программу. Мы ей показывали, и ей нравилось. Поэтому надо доверять тренеру, если она говорит, что она тебе не подходит, ты не можешь сделать и выразить эмоции свои под эту музыку, значит, она лучше тебя знает, и она видит, что ты не потянешь это упражнение. Спасибо за вопрос. Вам тоже, спасибо. Здравствуйте, меня зовут Маша, мне 10 лет, и я из Москвы. Я вам хотела задать вопрос, нравится ли вам выступать на соревнованиях? Конечно, нравится. Это такой адреналин, другие эмоции, ты по-другому раскрываешься на ковре, даже вот ты тренируешься, у тебя одно состояние. Вот на тренировке все равно ты не выдаешь все те эмоции, которые выдаешь на ковре. Ну, да. А когда выходишь на ковер, у тебя совершенно другие эмоции, ты совершенно по-другому открываешься. Поэтому на соревнованиях мы очень любили выступать, и для нас это было счастье, когда мы выходили на ковер, выступали и дарили зрителям радость. Спасибо за ответ. Здравствуйте, меня зовут Алиса, мне 10 лет. Я вам хочу задать такой вопрос. Почему вы хотели уйти из гимнастики, но в итоге остались? На самом деле, у нас было несколько моментов, когда мы хотели уйти. Но самый такой прям глобальный момент — это в 2018 году мы осознанно с Диной приняли решение, что мы завершаем карьеру. Мы даже ушли, по-моему, два дня, мы не приходили в зал. Мы объявили нашему тренеру Вере Николаевне Шаталиной, что всё, мы больше не придём, мы завершили карьеру. Нас хватило на два дня. Но хорошо, что мы были вдвоём, и нам есть с кем обсудить, нам есть о чём поговорить. И мы как-то поговорили вечером, поняли, через что мы прошли, какой путь мы уже сделали. И поэтому на третий день мы снова пришли в зал. То есть у нас была цель, и вот как-то мы осознали всё то, что мы прошли, что у нас есть цель. Мы поняли, что надо вернуться в зал и идти добиваться этой цели. Но мы хотели завершить, потому что было очень много травм. Очень много травм. Очень было тяжело. То есть лечишься, а ты опять выходишь на тренировку, опять какая-нибудь травма вылазит. Ты опять её лечишь, опять какая-нибудь травма. То есть и не выступаешь, и особо не тренируешься. Поэтому мы хотели завершить карьеру. А потом мы поняли, что либо ты терпишь и идёшь к своей цели, либо ты сдаёшься и заканчиваешь. Спасибо за ответ. Давайте первый ряд. Здравствуйте. Я Люба. Я из Санкт-Петербурга. И я хотела задать такой вопрос. Сколько вы занимаетесь гимнастикой? 21 год. Это очень много на самом деле для любой гимнастки, потому что очень много спортсменов заканчивают в 16-17 лет из-за травм. Ну, либо когда начинается у них переходный возраст, они чисто психологически не справляются с этим и уходят из спорта. Поэтому 21 год — это достаточно такое большое время, потому что практически полжизни мы отдали художеству гимнастики. Спасибо. Да, давай ты. Здравствуйте. Меня зовут Даша. Мне 10 лет. Я из города Вязьма. Я хотела задать вопрос Дине и Арине. Что вы кушаете на завтрак? Когда мы тренируемся, мы кушаем обычно на завтрак либо сырники, либо запеканку, либо бутерброд с авокадо, либо бутерброд с сыром. Но обязательно полбанана мы съедаем перед тренировкой. Потому что мы думаем, что банан помогает для мышц. У меня можно продолжение вопроса? А какое ваше любимое блюдо? Паста. Паста? Ну, спагетти. Макароны. Макароны. Ну, да. А когда, не знаю, мы не тренируемся либо у нас выходной, мы не завтракаем. Ну, мы любим подольше поспать. И уже, то есть, получается обед. Ну, и в обед, грубо говоря, мы завтракаем. Я хотела задать вопрос педиатру. Сколько нужно отдыхать в гимнастском после тренировки? Ну, смотрите. Действительно, сколько отдыхать? Это в зависимости, конечно, от нагрузки. Если ты занимаешься, готовишься к какому-нибудь, не знаю, там, соревнованию, понятно, что после того, как ты выступил, ты к соревнованию подготовил все свои силы. Ты выступил, и после этого, мне кажется, просто все так с плечи, и хочется лечь, поспать подольше. И, наверное, все равно несколько дней вот так вот лежишь, отдыхаешь, а потом с новыми силами ты приходишь опять на тренировку. Это раз. А во-вторых, наверное, если ты каждый день занимаешься, то, мне кажется, хорошего здорового сна, который должен быть у детей 8 часов, его, наверное, будет достаточно. Но когда дети становятся постарше, как раз вот подростки, когда подростки должны спать чуть-чуть больше, чем дети помладше и постарше, подростки могут спать и 10, и 11 часов, и для них это тоже нормально. Поэтому каждый возраст, количество отдыха немножко разное. Да, давай тебе. Здравствуйте, меня зовут Юлия, я из Москвы. У меня есть такой вопрос. А как вы себя чувствуете, когда встречаетесь с фанатами? Ну вот я как сюда пришла, мне кажется, я еще ни разу не убрала с лица улыбку. На самом деле, когда мы видим вас, мы счастливы, мы улыбаемся, у нас поднимается настроение, у нас прибавляются силы, мы заряжаемся от вас энергией, надеюсь, что и вы тоже от нас заряжаетесь энергией. То есть после встречи с вами, с фанатами, мы заряжены и готовы дальше двигаться, работать. И нам всегда приятно, что есть такие люди, как вы. Спасибо вам большое. Спасибо за ответ. Я так понимаю, что фанат фанатам рознь, да? Ну я думаю, что здесь у нас не фанаты, а просто те, кто вас любит. Я Даша, мне 9 лет, я из Москвы. Я хотела задать вопрос, какими качествами должна обладать гимнастка, чтобы добиться такого успеха, как и вы добились? В первую очередь, трудолюбие. Дисциплина. Дисциплина, целеустремлённость и любовь. Здоровье ещё. Ну здоровье очень важно, потому что если у тебя не будет здоровья, естественно, ты не сможешь заниматься художественной гимнастикой, но любовь, мне кажется, должна быть точно. Ну и поддержка родителей. Поддержка родителей. И тренера тоже. Спасибо. У меня вопрос к нашему любимому доктору Айболиту, почему-то вы его называете педиатр. Слово понравилось, да? Да, к нашему любимому Айболиту. А вот для того, чтобы заниматься спортом, надо обладать здоровьем. Но есть же и другая формула, насколько я знаю, что как раз занятие физической культуры как раз и возвращает тебе здоровье. Ну очень важно, во-первых, если мы говорим о детях, очень важно правильно выбрать вид спорта. У нас очень часто как отдают спорт? Мама, папа занимались каким-то видом спорта, хоп, туда ребенка и отдали. Папа с мамой не реализовались там в хоккее, в баскетболе, ребенок пойдет туда заниматься. А у ребенка может быть, не знаю, другая физическая подготовленность, психологическая. Поэтому обязательно, когда, наверное, всем родителям скажу, когда выбираете вид спорта, обязательно надо сходить к спортивному врачу, обязательно сходить к педиатру, сдать нужные анализы, сдать ЭКГ, и можно будет подобрать правильный спорт. Есть спорт, который у нас силовой, есть спорт, который на выносливость. Если мы правильно попали с самого рождения вот в эту вот струю, у ребенка будут результаты в разы лучше, и он не будет приходить домой и говорить, о, я больше не хочу на тренировку, я устал и так далее. Вот это очень правильно. Но это если мы говорим о профессиональном спорте. А если мы говорим о ребенке как УФП, действительно, просто надо под каждый возраст подбирать вид спорта. Если это с двух до пяти лет, это плавание, гимнастика. С пяти до шести лет туда добавляются уже танцы, например, какие-то спортивные танцы. Дети уже постарше, можно выбирать уже и теннис. И бывают у нас не только спортивные виды спорта, где надо физически, а еще бывают и умственные, такие как шахматы, шашки. Вот здесь тоже надо, конечно, правильно выбирать. И правильный вид спорта, он как раз будет давать вам и энергию, и здоровье. И самое главное, заниматься и нагрузки умеренно для себя подбирать. Перевыполнять нагрузки, конечно же, не стоит. Но здесь еще правильный пример, что родители обязательно подавайте примеры, тоже занимайтесь спортом. Тогда в семье будет вообще все отлично, все будут здоровые, крепкие и спортивные. Павел, а какой у вас любимый вид спорта, которым вы занимаетесь, а не смотрите по телевизору? Слушайте, на прошлой неделе я сдал ГТО, сдал под свой возрастной уже этот, на золотой значок, и я очень люблю плавать. Вот у меня прямо вот плавание и бег. Потому что до ковидной времена я там шесть марафонов пробежал, и заплывы были на пять, на десять километров. Но с детства, конечно, я занимался шахматами вообще всегда. Вот два вида спорта. Мне кажется, что главное еще не отдавать ребенка, например, если мама хочет, чтобы ее ребенок занимался гимнастикой. Главное еще послушать мнение ребенка, каким видом спорта он хочет. Это в первую очередь, мне кажется. Вам предложили выбрать танцы или гимнастика. Вот, и мы сделали свой выбор. Кстати, в Заволжье это город удивительный. Там на квадратный метр самое большое количество чемпионов. Вот это на самом деле город с огромными спортивными традициями. Начиная от тяжелой атлетики, художественной гимнастики и еще куча-куча-куча видов спорта, где огромное количество чемпионов. Мне кажется, Заволжье это, ну, реально какой-то источник чемпионов. Мне кажется, просто все, кто родился в Заволжье, хочет доказать, что из этого маленького города могут вырасти чемпионы, олимпийские чемпионы. И вот они как-то стремятся к этому. Согласен. Так, ладно, мы отвлеклись и как-то стали разговаривать между собой. Да. Давайте, девчонки, вперед. Меня зовут Настя, мне 9 лет, я из города Кимерово. Я хочу задать вопрос врачу. Вот есть такой миф, то что если вы ведете здоровый образ жизни, занимаетесь спортом, то прививка совсем не нужна. Как вы думаете по этому поводу? Ну, действительно, это миф. Ты правильно, Настя, начала вопрос, что есть такой миф. Потому что здоровый образ жизни сделает тебя просто физически здоровой. А смотрите, просто не все знают, что здоровье – это не только, когда ты физически здоров, это когда ты не болеешь, и это когда у тебя есть психологическое и нравственное еще здоровье. Поэтому помимо спорта, вот опять же гимнастику берем, это еще моральное, нравственное, правильное воспитание, это очень-очень важно. Поэтому, если мы про здоровье говорим, а прививка, она защищает от конкретной болезни. И если сказать так по-научному, это единственный способ создать иммунитет какой-то болезни естественной. Поэтому можно или переболеть, или сделать прививку и этой болезнью не болеть. Меня зовут Полина, мне 12 лет, я из города Сургут. Как вы совмещали школу и гимнастику? Ну, когда были уроки у вас? Мы нормально учились, как все дети, с первого по четвертого, по пятый класс. Далее мы уже перешли на экстернат. Это такое обучение, когда нам учитель давал задания, мы дома делали задания, приходили в определенный день в школу, приносили все задания, которые он говорил, либо сдавали сразу же экзамен. Ну, старались совмещать по вечерам, по ночам учиться, потому что нельзя забрасывать учебу, нужно совмещать и спорт, и учебу. Это обязательно. Спасибо. Здравствуйте. Я Маша, мне 8 лет, я из города Москвы. Я хочу задать вопрос, почему вас решили назвать именно Арина и Дина? Спасибо за вопрос. Первый раз, мне кажется, нам задают такой вопрос. На самом деле, первое, что родителям пришло в голову, они решили, чтобы было созвучно. Дина и Арина. Плюс у нас старшая сестра Полина, как бы, ну, все логично. Дина, Арина, Полина. Вот так вот. Но потом Дину назвали в честь принцессы Дианы. Меня назвали в честь нянечки Пушкина Арины Родионовой. Вот. Как-то вот так вот. Меня зовут Ксюша, мне 7 лет, я из Москвы. Я хотела вам задать вопрос, кем вы хотели стать после гимнастики? Мне кажется, мы до сих пор думаем, кем мы хотели стать. Не знаю, мы еще думаем, кем мы хотим стать. А кем вот ты хочешь стать, когда вырастешь? Не знаю. Не знаю. Ну, в детстве я мечтала быть сначала актрисой, потом почему-то врачом. Как-то у меня вот так вот. Потом, когда... Когда мне было 12 лет, я прям до сих пор мечтала стать актрисой. Потом в 16 я вообще перехотела быть актрисой. Но до сих пор хотела быть врачом. И не знаю сейчас, кем я хочу быть. И пока ты являешься гимнасткой. Пока я гимнастка. Планы-то есть. Да. Планы есть. Вот. Поэтому давайте дальше. Здравствуйте. Меня зовут Настя, мне 8 лет. Я из Москвы. Вы с удовольствием ходили на тренировки или заставляли себя? Можно сразу встречный вопрос? А тебя заставляют ходить на тренировки? Нет. Ты с удовольствием ходишь, да? Да. Просто так сказала. Как будто заставляют. Нет, мы всегда на самом деле с удовольствием ходили. Мы даже иногда бежали поскорее на тренировку. И почему-то всегда хотели больше идти на тренировку, чем даже в школу. И когда нам предложили переехать в Москву к другому тренеру и жить там одним, без родителей, у нас был день, чтобы подумать. То есть родители не знали, что делать, как нас отправлять одних. Вообще в такой город для нас он новый, огромный. И не знали, как нам сказать, потому что они не знают, что им делать. И приходят они, значит, вечером домой после работы. И тут мы стоим с Аришей с чемоданами. И они говорят, а вы куда? Мы такие, а мы в Москву. То есть мы сами выбрали. И им было на самом деле проще, потому что мы сами сделали выбор. И они немного, конечно, и расстроились, и обрадовались. Вот это к тому, что мы с удовольствием всегда ходили на тренировки и с удовольствием даже ездили на соревнования. Нас никогда не заставляли. Спасибо за ответ. Спасибо. Да, давайте. Здравствуйте, меня зовут Амина. Мне 9 лет. Я из города Липецк переехала в Москву. Я бы хотела вам задать вопрос, с какими трудностями вы столкнулись, придя к своему успеху. Во-первых, хочется сказать огромное спасибо нашим родителям. Было очень трудно, когда мы были маленькие, ездить нам на соревнования, обеспечивать поездки. Они работали очень много, чтобы мы жили хорошо, чтобы мы ездили на соревнования, чтобы у нас были хорошие предметы, купальники. Как бы раньше, может быть, мы это не ценили, сейчас мы им просто благодарны. Они делали все, лишь бы нам угодить. Потом у нас были трудности, это учеба, как будем совмещать, то, что будет тяжело, мы не справимся. Потом были трудности уже, когда профессиональный спорт, это, конечно же, здоровье. И врачи нам говорили, что, например, травма несовместима с тренировками, соревнованиями, заканчивайте. Либо там говорили, надо делать операцию, заканчивайте. Вам нельзя тренироваться, выступать. Мы через это проходили, мы шли все к своей цели, врачей мы не слушали. Мы просто снижали нагрузку. Это огромное спасибо тренерам уже, которые доверились нам, разрешили снизить немного нагрузку и при этом готовиться к соревнованиям. То есть обычно же перед соревнованиями повышается нагрузка, а мы, наоборот, снижали, чтобы еще больше не травмироваться. Ну, то есть очень было много трудностей, но мы знали, к чему мы идем, мы знали, что мы этого хотим, и мы как-то их продлевали. Спасибо за ответ. Ну, то есть мы понимаем, что у нас сегодня в лектории называется «Путь к успеху», и мы понимаем, что путь к успеху не бывает легким. Для того, чтобы что-то достичь, нельзя достичь этого просто, это так легко. Конечно, мы, наверное, здесь, почему мы вами восторгаемся, потому что, ну, мы взрослые, например, там, я думаю, и девчонки, которые много работают и посвящают там художественной гимнастике, если они любят, то это труд, труд, терпение, труд. Такая история, да. Поэтому путь к успеху не бывает легким. Еще раз здравствуйте. Я из города Смоленск. Хотела задать вопрос врачу. Из-за того, что много времени гимнастки занимаются на полупальцах, у многих гимнасток растут косточки на большом пальце. Можно это как-то сделать так, чтобы это не произошло, избежать это? Да, смотрите. Но здесь, во-первых, мы возвращаемся к тому, что нужно, во-первых, правильное питание, потому что правильное питание будет как раз восстанавливать, чтобы у нас правильно работал обмен веществ, чтобы правильно работали сосуды, чтобы не было гиперплазии вот этой ткани. Это раз. Во-вторых, у нас есть современные методы и магнитотерапии, физиотерапии, которые помогают избежать. Но, опять же, здесь надо иногда слушаться врачей. Если есть какая-то травма, особенно в этих суставах, и что знаете, что есть такая проблема, в это снижаем нагрузку, это раз, а во-вторых, конечно же, консультируемся с врачом. Но у нас есть правильное питание, есть правильные витамины, есть правильные физиопроцедуры, которые могут это помочь избежать. Поэтому здесь обязательно. Я вот каждый раз говорю, очень редко вообще спортсмены приходят к врачам. Вот именно очень редко. Мне кажется, спортсмены боятся врачей. Да, вот мне тоже так. Конечно, врачи говорят, нельзя тренироваться, надо снижать нагрузку, и все. Это трагедия. Особенно перед соревнованиями. Ну, мы прям вообще не ходили к врачам и не говорили про свои травмы. Но это очень плохо, если ребенок не говорит про свои травмы, потому что в дальнейшем это может уже перейти в осложненную форму, и надо лучше сразу же обращаться к врачу, если, не дай бог, что-то заболело. Ну да, это вот очень правильно. И вот вы сейчас растете, наверное, родители просто слышат, что идеально с самого рождения найти себе одного врача, одного педиатра, который будет вас знать, и пока вы растете, он будет расти вместе с вами. И вот эти все травмы, физиопроцедуры, как подобрать режим дня, как жить, как спать и так далее, это все можно обсуждать с врачом. Поэтому самый лучший вариант, ребенок пошел на спорт, ребенок родился, в доме появился педиатр, и до 18 лет он идет с вами. Поэтому, мне кажется, тогда вопросов не будет, и не будут ходить, бояться ходить к врачам, потому что все будет сделано вовремя. Да, давай. Здравствуйте, меня зовут Даша, мне 11 лет, и я из Москвы. Я бы хотела вам задать вопрос, сколько часов вы тренировались, когда подготовились к Олимпийским играм, и во сколько у вас начинались тренировки? У нас было расписание наподобие, как вот график, который нам прислали, вот как на Олимпиаде будет. Вот по этому графику мы жили, весь предолимпийский сбор. За два месяца мы еще перестраивались по времени, то есть мы были во Владивостоке на сборах, и там время было на час больше, чем в Японии, но мы жили как бы по японскому времени. И у нас было расписание с 8 утра до... Ну, я уже на самом деле не помню. Мы выступали в первый день на Олимпиаде целый день. У нас один вид мы выступали, час 40 у нас был до второго вида, потом опять час 40, там до третьего, потом еще был какой-то перерыв. Мы один день тренировались по такому расписанию, второй день мы тренировались, как у нас проходили финалы, во сколько они начинались, во столько у нас начиналась контрольная тренировка. И то есть у нас было две тренировки с утра до обеда, там небольшой перерыв, и с обеда уже до вечера. Ну, где-то за 10 дней до вот прям вылета на Олимпиаду мы тренировались с 8 утра, и могли уйти из зала в 9 вечера, в 10, и перерыв был там час-полтора-два. То есть очень была такая нагрузка сильная, что мы после того, как у нас закончились эти сборы, мы полетели на Олимпийские игры, мы уже хотели побыстрее выйти и выступить, потому что уже все устали, никто уже не понимал, что происходит, и у нас на самом деле тогда уже все было отработано до автомата. Мы уже могли просто, нас разбудили, мы могли встать и сделать. Очень прям много мы тренировались. Еще раз здравствуйте. Я хотела задать вопрос за врачу. Можно ли заниматься или делать упражнения перед сном? Ну, смотрите, действительно, если, наверное, вы готовитесь к соревнованиям, то вот, как сказали, с утра до вечера ты занимаешься, то есть в 8 утра пришел, в 9 вечера вернулся, и уже сил особо нет, ты пришел, наверное, сразу спать, и потом с утра встал. Это если бы соревнования. Но с точки зрения физиологии, конечно, перед сном, желательно за полтора-два часа никакие упражнения активные не делать, потому что организм начинает выделять определенные гормоны, эти гормоны будут влиять как раз и на состояние, и работы мозга, и мышцы, и так далее. То есть мышцы у тебя уже разогрелись, а ты ложишься спать, а у тебя мышцам хочется дальше работать, работать и работать. И помимо мышц, это и сердцу хочется работать, и сосудам хочется работать, поэтому в этот момент может тяжело засыпаться, может чуть-чуть тяжелее спать, и так далее. И самое главное, когда человек засыпает, должен вырабатываться гормон мелатонин. Это гормон сна. А если ты перед самым сном позанимаешься, он у тебя долго вырабатываться не будет. И ты проснешься, немножко такая разбитая, и тебе будет тяжеловато. Хорошо, спасибо. И еще раз здравствуйте. Хотела задать вопрос еще один врачу. За сколько часов до тренировки надо есть? И после? Ну, с точки зрения, опять же, если физиология, действительно, до физической нагрузки, если это как УФП-разминка, мы можем есть за час. А до серьезной, сильной, которая будет занимать несколько часов, мы должны есть за 2-3 часа нагрузки, потому что пища в желудке как раз 2-3 часа задерживается. Надо, чтобы она из желудка ушла дальше. Это вот, наверное, по поводу есть перед тренировкой. А после тренировки все зависит от интенсивности тренировки. Если мы позанимались интенсивно, и нам надо восстановить определенные аминокислоты, мышцы восстановить это, можно поесть небольшими порциями сразу после тренировки. А если это у нас такая рядовая тренировка, то лучше закончить ее. Час-полтора прошло, пришел домой спокойно и дома поел. Тут все в зависимости от того, как правильно подобрать и готовишься ли к соревнованиям. Спасибо. Я хотела еще задать вопрос вам. Какой у вас любимый элемент? У меня, наверное, самый любимый элемент – поворот-затяжку. Такой. Но это один из любимых. У меня, наверное, либо переворот в заднее, в равновесие заднее, либо боковое равновесие. А у тебя есть любимый элемент? Какой у тебя? Затяжка. Поворот. Да. Поворот. А почему? Ну, потому что мне нравится то, что это выглядит более красиво, чем все остальные элементы. Согласна. Спасибо. Так. Да, давай. У меня вопрос к врачу. Что бы вы посоветовали, если у вас болели стопы? Слушайте, ну, здесь вопрос очень, конечно, сложный, потому что надо понять причину, почему они болят. И где болят, и причину, да. И от этого уже надо смотреть. Если это причина, спазм мышц или там растяжение, это одно. А если это более серьезное какое-то заболевание, конечно, нужно обследование смотреть. Вот. Тут, наверное, вот так надо сказать. Просто подойти так вот болят стопы и назначить какое-то лекарство, так, конечно, нельзя. Надо обязательно посмотреть и понять причину. Спасибо. Это, наверное, профессиональное, да? Болезнь стоп есть такая вот в художественной гимнастике? Да. Голи на стопы часто. Стопы часто болят у гимнасток. Ахиллы, потому что на полпальца поднимаешься либо прыгаешь. Болят пальцы, потому что ходишь на пальцах. Ну, либо кто-то ломает плющ. Нет, стресс-перелом бывает. Это стресс-перелом. А ты спросил, а что у тебя ноги болят? А где именно? Ты примерно на пальцах, потому что там же надо подниматься на подъем. Потому что ты их разминаешь, когда сильно болят пальцы. Особенно, когда вы отдохнули несколько дней, вы прям, у вас болит, вы не можете стоять. А, ну это может просто после отдыха такое бывает. Ну, когда в первый день тренировок. У меня вопрос. Как, кем бы вы хотели стать, если бы вы не были гимнастками? Я бы, наверное, хотел пойти в фигурное катание. Ну, мне прям, мне очень нравится фигурное катание, потому что это тоже такой красивый вид спорта очень. И на самом деле он очень сложный, травмоопасный. Ну вот, если бы не художественная гимнастика, наверное, фигурное катание. Если бы не художественная гимнастика, то, наверное, художественная гимнастика. Не знаю, почему я с детства прям писала на листочке в тетрадке. Недавно вот мама нашла, что я хочу быть, ну, заниматься художественной гимнастикой, быть чемпионкой мира, Европы и поехать на Олимпийские игры. Поэтому, мне кажется, если бы даже не было художественной гимнастики, я бы придумала и занималась художественной гимнастикой. Мне кажется, у вас все получилось как-то. Вам не надо быть кем-то другим, потому что вот звезды сошлись так, что все как надо. Я хочу задать врачу, сколько в день можно заниматься гимнастикой? Сколько в день заниматься? Ну, смотри, действительно, если ты... Сейчас сначала нам доктор ответит, а потом мы у Дины Алины спросим. Правильный ответ вообще. Вообще, с точки зрения здоровья, надо, если мы занимаемся спортом как ОФП, нам хватает по часу два раза в день, если с точки зрения этого. Если мы говорим уже о выходе, наверное, в профессиональный спорт, то по-хорошему можно заниматься 3-4 часа два раза в день, но это максимальная нагрузка, если мы занимаемся профессионально. Ну, наверное... Ну, да, если профессионально, ну, 4-5 часов два раза в день. Ну, вот, да. А начинать по часу по два и где-то 3 дня в неделю. Ну, это когда маленькие... Когда вот начинаешь только. Вы хотите сказать, что в день надо 10 часов? Ну, от 8 до 10 часов. Это интенсивных нагрузок? Да. Понятно. А после этого еще приходишь и делаешь школьные уроки, занимаешься с репетиторами. Да. Готовишься к ЕГЭ. Да. Дина Ирина, у меня к вам очень большой вопрос. Как справляться с болью в пояснично-крестовом отделе, если иногда ты даже не можешь буквально встать с кровати, прямо она настолько может болеть? Я тебе посоветую. Пояс? Если можно. Нет. Так как у меня тоже в 20-м году случилась такая травма, что я засыпала, как бы обычный человек засыпает, все нормально. Но когда утром я проснулась и не смогла встать с постели, я поняла, что что-то не то. У меня спина настолько болела, что я не могла не лежать, не сидеть, не дышать, не ходить, не стоять. Конечно же, я сделала неправильно. Я так ходила еще два дня. На третий день я выступала и потом попала в больницу. Ну, конечно же, врачи сказали, надо делать операцию. Я сказала, что я не могу, у меня Олимпиада. И они сказали, тогда надо закачивать. И именно закачивать пресс, чтобы наш живот, наш пресс держал спину. Если у тебя такие боли и такая травма, то я тебе посоветую сразу идти к врачу, сделать МРТ и посоветоваться. Потому что запускать нельзя. Это может быть дальше хуже. И сразу можно поехать на операцию. Поэтому лучше с такой травмой идти к врачу. Спасибо большое. Здесь, наверное, хотел немножко продолжить. Наверное, когда начало, первые шаги в гимнастике, учат правильному дыханию, да? Есть правильное дыхание в гимнастике? К сожалению, вообще нас не очень. Да? Но вот действительно, если вы правильно дыхание у себя поставите, потому что у нас есть пресс, который видно снаружи мышцы, а есть внутренние мышцы пресса. Если изначально, с детства у вас будет правильное дыхание, они будут накачаны, они будут держать весь корпус. То есть мы должны дышать, мы должны делать вдох носа, выдыхать ртом, но должен сокращаться живот и пресс. Каждое наше правильное дыхание. Если пресс будет внутренне накачан, как раз внутренняя мышца живота, спина будет меньше болеть, она всегда будет ровненькая, потому что пресс будет держать. Это раз. А во-вторых, хотел бы сказать, что у нас очень многие делают постоянно пресс, как простое упражнение постоянно. Это немножко, опять же, неправильно с точки зрения корпуса и спины, потому что мы каждый раз сгибаемся, мы неправильно дышим, у нас сгибается и пресс, и грудная клетка, мы как крючок сворачиваемся. Всегда делаем с ровной спиной. И тогда будет в разы легче, и спинка не будет болеть. Вопрос к Дине и Арине. Где вы храните свои награды и медали? В Нижнем Новгороде, то есть в Москве у нас нет ни одной медали. Все отвезли в дом. В Нижнем Новгороде у нас специальная комнатка. Я, кстати, обещала, не помню, в Телеграме, что ли, выставляла, что обещала показать, был такой вопрос, показать, где мы храним свои медали и кубки. Мне кажется, мы обязательно это сделаем. Мы специально сделали такую комнату, у нас шкафчики такие. Там у нас кубки, самые первые, самые маленькие, когда нам было только 6 лет, и вот сейчас, которые мы получали кубки, и там же лежат медали. И еще был вопрос у нас всегда, сколько медалей мы не считали, потому что плохая примета считать свои медали, но обязательно, мне кажется, когда-нибудь мы соберемся с мыслью и посчитаем, и обязательно это. Спасибо. Меня зовут Аня, мне 11 лет, я из Подмосковья. Моя подруга задала вам вопрос. Говорили вам когда-нибудь что-то обидное? Нам? Да. Конечно. На самом деле, очень много... Мы даже не говорили, писали. Да, много комментариев бывает, ну, таких обидных, но на самом деле, благодаря им, мы становились только лучше. Поэтому спасибо им за то, что они писали что-то плохое нам. Мы стали только лучше. Кому? Подруге. Нет, как ее зовут? Таня. Таня, привет. Один и Арина. Спасибо. 21-й я. Так. А вот я бы немножечко хотел по-другому сейчас развернуть тематику. Вот у нас там на галерке сидят, я так понимаю, родители и все такое прочее. А вот родители как-то поучаствуют в этом вопросе вообще-то? Как зададут какой-нибудь вопрос? Вот во, во. А мы детишкам дадим немножечко отдохнуть. Да? Давайте послушаем наших мам. Здравствуйте. Меня зовут Ангелина. Мне 15 лет. И у меня вопрос к Дине и Арине. Как вы готовитесь и настраиваетесь к соревнованиям? И как вас готовят? Ну, какие слова вам говорят тренеры вот перед выходом? На самом деле на каждое соревнование мы настраиваемся по-разному в зависимости от соревнований, в зависимости от нашего настроя. и также тренеры перед выходом на каждый вид говорят абсолютно разные слова. Ну, тоже в зависимости от твоего настроения они видят в каком ты настроении, и в зависимости от старта, от состояния. Но Дина больше на соревнованиях уходит в себя. То есть я ухожу в себя, ни с кем не общаюсь, я настраиваюсь прямо на выступление. Мне даже иногда тренеры ничего не говорят, чтобы не сбивать настрой. А перед выходом, ну, например, Вера Николаевна мне почти ничего никогда не говорила. Она знала, что я сама настраиваюсь. Ирина Санна, наоборот, она мне говорила, там, покажи образ, войди в образ, покажи гимнастику, или там, наоборот, выходи с улыбкой и дари просто радость всем зрителям, судям. Ну, вот как бы ко мне такой подход. Вот Юля Владимировна, наоборот, мне тоже что-то там говорила, там, постарайся сделать равновесие, там, четко, показывай форму. Вот этот бросок не забудь, вон там точку не забудь показать. То есть у каждого тренера свой подход к гимнастике. А Ирина Борисовна Зиновка, она, наоборот, говорила, я помню... Покажи образ. Да, когда она меня выводила на одни соревнования, у меня было упражнение лебедь под обруч в 17-м году, я надеюсь, вы помните. Мое любимое упражнение, да. Там еще красивый купальник, транспортный. Она, наоборот, говорила, Дин, ну ты же лебедь, так покажи этого лебедя, выходи и показывай свой мини-спектакль. Вот. У меня такой подход. У Ариши наоборот. Я, наоборот, такая больше открытая. Я общаюсь, ну и с тренером общаюсь, и с гимнастками могу общаться. То есть, ну я такой какой-то позитивчик. И ко мне, мне кажется, ну перед выходом на меня чаще ругаются. Ну, наверное, мне это помогает больше настроиться. То есть мне надо где-то там поругать перед выходом. Ну что-то такое прям сказать. А у меня наоборот. А у Дина наоборот. А если она меня будет кричать, я могу вообще уйти из зала. То есть поддерживает хваль. Тренер находит в каждой гимнастке свой подход в зависимости от характера гимнастки, в зависимости от ее настроения, какое у нее настроение сегодня. Поэтому тренерам очень сложно иногда бывает. Спасибо большое. Все-таки давайте родителям, да? Не отстану от вас родителей, пока вы не начнете задать вопросы. Здравствуйте. Диночка и Ириночка. Меня зовут Виктория. Я мама гимнастки юной, Даши. И свой вопрос я хотела задать о вашей маме. Потому что я знаю, насколько тяжело маме быть мамой гимнастки. Это бесконечное волнение. И не только во время соревнований, это и перед соревнованиями. Но как только ты видишь протокол, уже, мне кажется, начинает сердце биться. Еще на соревнованиях, наверное, неделя. Но ты уже волнуешься безумно. На самих соревнованиях сердце выскакивает из груди. Даже не могу себе представить, насколько было тяжело вашей маме, когда она принимала решение о том, чтобы вас отправить так далеко, в Москву. Вот расскажите о ней, о том, как она вас поддерживала все это время, и когда вы были малышками, и о том, как она переживает за вас сейчас, что с ней было на Олимпийских играх. В общем, о мамечке. Расскажите, пожалуйста. Очень интересно. На самом деле наша мама особо не лезла в наш гимнастический процесс. Она доверяла тренеру. То есть мы приходили домой, мы даже ее иногда просили нас лишний раз потянуть или что-то подсказать. Она говорила, нет, 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 я этого делать не буду, только тренер, только вот вы с ним. Но она нас, да, поддерживала. На соревнования наши не приходила. Один раз пришла, мы расплакались, она тоже расплакалась, ну, потому что родители чувствуют, когда ребенок переживает, и родители начинают еще больше переживать. Поэтому вот один раз она пришла на наше соревнование, когда были маленькие, и сказала, больше я к вам на соревнование не приду. И вот с того момента она не смотрела наше соревнование, не приходила. То есть все на повторе, оценки только, ну, вот в интернете она видела. Поэтому, мне кажется, благодаря тому, что она не приходила к нам на соревнование, мы были более спокойнее, потому что мы не чувствовали, что вот она так переживает. Мы, конечно, понимали, что она сидит дома, нервничает. Но вот, наверное, за счет того, что она не приходила на соревнование, нам было спокойнее. Да, но в последнее время там она поняла, что когда мы выступаем, ей надо делать уборку, отвлекаться. То есть она знает, во сколько мы выступаем, и ей присылаем там, грубо говоря, с часу до двух. И она в это время чуть заранее начинает убирать всю квартиру. Она начинает мыть полы, окна, ну, то есть себя занимает каким-то делом и постоянно вот что-то моет, ну, обязательно дома. Да. Ну, и всегда у нее открыты протоколы и вот эти онлайн-оценки. И вот, ну, то, что было на Олимпиаде, это она нам на самом деле не рассказывала, потому что в нашей семье мы особо не обсуждаем эту тему, потому что все начинают сразу плакать. Но одно я знаю, что когда мы успели на Олимпиаде, она тоже убирала всю квартиру, мыла окна, полы и там прибиралась. Но она как бы не рассказывает свои чувства, эмоции, что было после. Она, то есть, сказала одно, когда я выступила ленту, она быстро так включила телевизор, она по времени знала, что я уже выступала, потому что она читала комментарии. Она включает, видит меня, ну, я там сначала была счастливой, и потом все, когда вот это было, ну, она сначала уже хотела все у меня поздравлять, но когда вот эти 8 минут были, она все уже выключила телевизор, начала плакать и все поняла. А так, ну, самое главное, что она нас поддерживала, но не вмешивалась в тренировочный процесс. Вот это, наверное, огромный плюс. Здравствуйте, я мама Марии, гимнастки. Меня зовут Анна. И я хотела бы поблагодарить вас за совет не ходить на соревнования к дочери, потому что это очень волнительно. И хотела бы попросить вас дать совет девочкам, как преодолеть провалы, неудачи, шестые места, например. Что делать и что делаете вы? На самом деле у нас же тоже мы не сразу вот занимали первое, второе, третье места. Мы были, как говорили уже, и 24-й, и 10-й, и дальше. На самом деле главное, чтобы тренер в первую очередь сразу же успокоил ребенка, объяснил, что не все дается сразу же, что ты должна пройти через этот сложный путь, что на сегодняшний день ты молодец, ты сделала то, что от тебя требовал тренер. Двигаться надо дальше, не останавливаться и не зацикливаться на том, что у тебя сегодня не получилось, что ты сегодня проиграла, а наоборот идти дальше, учиться на своих ошибках. И главное, чтобы дома родители тоже не ругали его за плохой результат, а наоборот похвалили, может, она сделала сегодня лучше свое упражнение, чем она делала вчера. И каждый день становиться лучше самой себя. Каждый день идти так постепенно. И не зацикливаться на том, что у меня сегодня не получилось, значит, сегодня вот так вот у тебя должно было случиться. Завтра, значит, получится. Завтра ты уже будешь в тройке призера. Ну, мне кажется, еще гимнастка должна понимать, когда только-только начинается твой путь, это не надо ставить перед собой цель, что я должна обязательно выиграть, победить. Не знаю, для меня было это выступить, чтобы понравилось тренеру, судьям и, главное, мне. И не важно, какое место займу. Ну, значит, сегодня я там заняла там пятый, шестой. Делать работу над ошибками. Да, и если где-то я там теряла, я понимала, ага, значит, вот эта ошибка у меня, ее надо, наоборот, отработать. И хочется вот отработать эту ошибку так, чтобы на следующих соревнованиях не было этой ошибки и показать всем, вот видите, я же могу это делать. То есть, ну, не надо зацикливаться и не надо, ну, как бы ребенку внушать, что вот ты сегодня должна поехать на соревнование, и ты должна занять там первое место. А просто она должна выступить для себя, чтобы ей понравилось, и показать все то, чему научил ее тренер, и показать свое упражнение, свою композицию, ну, вот так настраивать. И тогда им будет, наверное, проще воспринимать, что они сегодня не попали на пьедестал. Спасибо. Так, есть у нас еще вопросы? Вот у нас родители, я смотрю, проснулись. Еще один вопрос, я думаю, девочка маленьким тоже будет очень интересно. Расскажите, пожалуйста, о своей первой встрече с Ириной Александровной. Какое у вас было впечатление от нее и у нее от вас? Ну, мы про нее, естественно, знали, мы смотрели видео, как она тренирует Алину Кабаеву, как она, ну, мы мечтали еще попасть в Новогорск. Мы ее первый раз встретили на первенстве России. Восьмой-девятый год, точно не можем сказать. Она на самом деле тогда уже знала, что есть гимнастки-близнецы. Ну, видимо, ей кто-то, ну, все равно тренеры, которые судят, ну, судьи, тренеры смотрят, они ей рассказали, что есть такие, ну, перспективные, наверное, гимнастки. И мы приехали на это первенство России, и мы даже не попали в финал в 24. То есть мы были 25-26. Но на тот момент она подошла к нам, я тогда разговаривала с мамой, она подошла к Дине, спросила, где твоя сестра, попросила Дину улыбнуться, сказала, вот у вас красивая улыбка, продолжайте так же работать, главное, улыбайтесь на ковре, показывайте эмоции. И, ну, не знаю, это было... Были невероятные эмоции, потому что сама Ирина Александровна подошла к нам, хотя мы еще тогда были маленькие, ну, никому неизвестные, и даже не попадали в десятку лучших гимнасток. И вот следующая встреча уже произошла на первенстве России следующего года, и мы там уже были вторые и третьи места мы заняли. Тогда мы подошли к ней сфотографироваться, ну, и тогда она нас уже более-менее знала и как-то начала вот следить за нами. Здравствуйте, Дина и Арина. Я мама гимнастки, Олеся меня зовут. У меня такой вопрос. Когда у ребенка нет... Появляется нежелание, да, походить на тренировки, и как понять эту грань между ленью и действительно, может быть, нежеланием ходить и заниматься гимнастикой. Это вот такая очень тонкая грань, больной вопрос. В связи с закрытием клуба нашего мы как бы сейчас на такой паузе и в больших сомнениях у ребенка. Спасибо. На самом деле у меня был такой случай, когда я пришла, ну, мы были маленькие, еще нам лет сколько? Когда в школе. Второе было классно. Ну, мы были лет 7-8 было. Я пришла домой и сказала маме, что я больше не хочу заниматься художественной гимнастикой. Она сказала, хорошо, тогда ходи в школу. Я два дня походила в школу, меня все начали спрашивать, а где твоя сестра, а почему она не ходит, почему ты ходишь. Мне надоело, что меня спрашивают, где моя сестра. На третий день я пришла домой и сказала мама, мне надоело, что меня спрашивают, где твоя сестра, я буду ходить дальше заниматься. И вот как-то я сама осознала, что я лучше буду ходить с Диной, заниматься. Ну, это, наверное, дать ребенку пару дней подумать. Если вот ее обратно затянет в художественную гимнастику, значит, ну, она хочет заниматься. Если нет, ну, значит, искать другой вид спорта. Ну, у нас родители никогда не заставляли. То есть, если мы сказали, все, мы не хотим, они говорят, ну, хорошо, это ваш выбор, идите тогда учитесь, то есть не ходите в зал. И они ждали, когда же мы соскучимся по залу. То есть, это проходило буквально полдня, мы уже скучали. Спасибо. Это вот вы такие, потому что, ну, как сказать, там, соскучились по залу, потому что я вот, например, на себе даже эту историю проходил там с ребенком в фигурном катании. Когда тренер говорит, слушайте, пришло время родителю брать прыгалки в руки. Ну, то есть, надо ребенка, как бы, вот, мотивировать, там, разными способами, хотите, через прыгалки, хотите, как угодно. Вот, если вы хотите к результатам. Вот. Я понимаю, что у вас совершенно другая история. Вас никто не заставлял никогда. Нас не заставляли, нас не мотивировали. То есть, вот мама, я сказала, я не буду ходить. Мама, хорошо, не ходи. То есть, я сама через два дня захотела снова пойти. Каша, дополнительная мотивация. Я понимаю уникальную историю, что вы вдвоем, потому что вы как два ориентирчика друг на друга, да, вы друг друга дополняли, где-то вот возникала вот эта мотивация. Ну, да, и мы всегда шли друг за другом, нам мама говорила, вы должны держаться вместе. И это у нас как-то с детства сохранилось. То есть, если Ариша там лучше тренируется, я понимаю, значит, она будет лучше меня. Нет, я тоже должна начать тренироваться. Ну, то есть, вот так вот. Так, вам повезло. Спасибо. Дина и Арина, наши звездочки, вы рассказали, что у вас такая энергетика, вы такие неусидчивые были прямо с детства. А вот можете рассказать, были ли у вас какие-то такие случайности, какие-то события, которые вот с вами происходили, необычные, и вот потом вы часто их вспоминали, что они вас к какому-то либо результату привели, либо к какому-то событию, знаковому в вашей жизни. У меня был случай, Ариша ненавидит мои сны, объясню почему. У меня был такой случай, в 17-м году решалось, на чемпионат мира должно было поехать две гимнастки от России, а на чемпионате Европы, вот буквально за три месяца до мира, выступало три гимнастки. И после чемпионата Европы, если на Европу я ехала первым номером, а Ариша третьим, то после Европы Ирина Александровна сказала, что Ариша точно едет на чемпионат мира, а между мной и Сашей Солдатовой будет решаться, кто поедет на чемпионат мира. Но я так хотела на чемпионат мира, мне кажется, я спала с этой мыслью, я всегда засыпала, и в какой-то один прекрасный день мне приснился сон, что... Я надеюсь, ты не вышла рассказать? Ну, я не про то. Приснился сон, что именно мы вдвоем, я вижу у себя в голове, что зал, потому что я знала, какой это был зал и будет на чемпионате мира, это Италия была, я там выступала много раз, и мне снится сон, то, что мы именно вдвоем с Аришей в этом зале выступаем и выигрываем чемпионат мира. И я долго не могла это рассказать Арише, и я ей рассказала только после того, как Ирина Александровна сказала, что, Дин, ты едешь на чемпионат мира. И тогда Ариша говорит, Дин, а ты что, ясновидящая, что ли? Ну, то есть мне приснился такой сон, что мы едем вдвоем на чемпионат мира. Также у меня был один сон, не знаю, рассказывала я его, нет, 20-й год. У меня тогда еще не болела спина, но мне за неделю до, когда вот у меня заболела спина, снится также опять сон, я просыпаюсь в ужасе, что я выступаю в середине потока, Ариша выступает последняя. Мы там выступали 4 вида сразу же на чемпионате России, она заканчивает именно лентой. Почему-то мне было очень плохо, я лежала, но я должна была ее вывести на ковер, ну, просто посмотреть ее выступление, хотя я этого не делала, ну, никогда. Ну, мы друг на друга не смотрим, когда выступаем. И мне снится то, что мне плохо, я лежу, Ариша выступает последний вид ленту, я должна обязательно стоять и смотреть, и тут раз, и она выигрывает чемпионат России. И когда вот это все случается, у меня спина, я начинаю выступать, и я понимаю, что она выступает последняя, хотя я не знала жеребьевки, и тут я подхожу к Арише за 2 человека до ее последнего выступления, и говорю, Ариш, я тебе сейчас скажу, сон я еще не рассказала, но мне надо обязательно тебя вывести, поверь мне, и все будет хорошо. А там вот прям, она шла, отрыв от второго места, буквально там. Минимальный. Минимальный. Две десяток. И она говорит, хорошо, мне все равно, я уже устала, иди выводи меня. И я еле встаю, вывожу, она делает чисто и выигрывает. Она такая, а теперь рассказывай, я знаю твои сны. Ну вот, плюс-минус два сна. Спасибо. Интересно, да? Вот в ближайшее время планируются новогодние выступления, шоу, ну, для детей елки, да? Вы планируете участвовать в этом? Хотели бы, видите себя? Ну, есть ледовое шоу, да? По-моему, даже во дворце, Ледниковый период. Во дворце Ирины Винер тоже какое-то шоу планируется. 20 декабря. 20 декабря? Да, мы будем 20 декабря на шоу, но до этого события у нас будет 16-18 декабря в Нижнем Новгороде наше шоу. Это вот мы первый раз сейчас его говорим, сейчас запускаем как раз. Первый раз. художественное шоу, «Лебединое озеро», но не классическое, там не только Чайковский будет, где в главной роли «Я белый лебедь», «Дина черный лебедь», и... на самом деле это будет совместно коллаборация с балетом, художественная гимнастика и балет. То есть главный... Это вы где сказали? 16-17 декабря в Нижнем Новгороде. А в Москве? В Москве пока... Ну, как бы свое шоу мы пока не планируем, то есть мы первый раз сейчас попробуем в Нижнем, посмотрим, как зайдет. Тогда мы ждем. Да, а в Москве 20 декабря будет какое-то шоу, ну, вот и Ринца, но мы там будем тоже участвовать. Тогда мы знаем, что выбрать. Воложника. Как и Лил. Спасибо. Спасибо. Можно еще один вопрос? Совет, точнее, какого могли бы дать юным гимнасткам, когда они встречаются со строгостью тренера, с требовательностью тренера? Бывают иногда тренеры очень жестки, и какие-то такие могут сказать девчонкам обидные слова. Вот как помочь им перебороть свой, может быть, иногда страх возникающий в такие моменты? И как детям, подскажите вот им, малышкам, как им относиться к словам тренера, как им правильно воспринимать эти слова, дайте им советы, чтобы они не обижались ни в коем случае, а наоборот все это принимали в правильном русле. Спасибо. Ну, как нам, как нам объясняли, как нас учили, плохие слова, которые говорит тренер, их надо пропускать мимо ушей, а вот замечания надо слушать. Ну, это, конечно, очень сложно, зная на своем опыте, что, когда особенно плохое настроение, еще тренер ругается, очень сложно не слушать вот эти плохие слова, но надо стараться плохие слова отбросить, а вот именно замечания услышать и исправить. Ну, надо как-то перебороть вот это. На самом деле, очень сложно. И если тренер ругает, значит, любит. Нам еще так говорили. Если он ругается, значит, любит, и если он не говорит ни одного замечания, не замечает тебя, значит, ну, ты ему не нужна. Я хочу задать вопрос врачу. Какие упражнения мне лучше делать от плоскостопия? Да, так, смотрите, плоскостопия. Вообще, плоскостопия, если мы говорим о маленьких детях, до трех лет оно физиологично, оно такое должно быть. А дальше все упражнения должны быть направлены на укрепление свода стопы. Это вот банальные простые шарики, не знаю, ногами перебирать карандаши можно, можно перебирать крышки, можно перекладывать ногами, захватывать пальцами и перекладывать что-нибудь в какую-нибудь из одной кучки в другую. Все, что будет укреплять свод стопы, он как раз поможет от плоскостопия. Ну, и правильно подобранная обувь. Это обязательно. Обязательно подобранная стелька, обязательно правильная обувь. Вот, наверное, вот такие основные правила. А так перебирай карандаши, перебирайте крышки от бутылок. Самый лучший вариант. Спасибо. Давайте договоримся. Еще пару вопросов. Вот раз и вот два. А дальше давайте мы перейдем. Пожалуйста. Хотели бы вы стать тренерами? Ну, тренировать маленьких и взрослых девочек? Ну вот мы проводим мастер-классы по всей России. Нам нравится объяснять детям и передавать свое мастерство, свои навыки и особенно радостно видеть их с горящими глазами, как они смотрят на нас, воспринимают всю информацию и пытаются что-то себе взять, запомнить и исправить. Ну, не знаю, мы не загадываем на самом деле, но такое как тренерство. Вот мы уже года два ездим с мастер-классами, помогаем детям. Нам это нравится в радость только. Спасибо. Далее, Валя. Давайте. Вопрос врачу. Почему надо сначала кушать еду, а потом сладкое? И надо воприть сладкое. Ну, сладкое — это тоже, конечно же, еда. Смотри. В этой последовательности, но сладкое обязательно. Сладкое, да, сладкое есть обязательно. Смотри, почему сначала надо кушать основное блюдо? Потому что сладкое — это у нас углеводы. углеводы, они очень быстро, мы съедаем, они быстро усваиваются, и мы вроде бы чувствуем, что организм нас насытился. А учитывая то, что нам надо заниматься спортом, активно упражняться, углеводы нам не дадут силу и энергию. Поэтому сначала мы съедаем основное блюдо, где у нас есть и белки, и жиры, а потом только съедаем сладкое, потому что от сладкого мы не получим сил для наших мышц. И не сможем заниматься. Вот. Все. Ребята, давайте, да, поаплодируем и скажем друг другу спасибо. И что я хотел сказать. Вы не верьте в случайности, верьте в чудеса. И тогда у вас все получится. Спасибо. 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 Спасибо.